Сегодня у нас будет семинар, наверное, сегодня не будет, по крайней мере, формально, если я там, может быть, приду, я принимаю еще, может быть, мы будем что-нибудь поздавать. Но у нас сегодня будет фактически две лекции, то есть, может быть, не три часа, но где-то час, перерыв, и еще час. Вот, примерно так, может быть, чуть дольше. Потому что мы хотим историю заморозить, закончить полностью, доказать или могу речь. Собственно, главные трудности мы в прошлый раз преодолели, хотя теорему вырезания мы полностью не доказали. Но основной случай, который вот основан на спорожениях общего положения, мы доказали. Значит, давайте теперь докажем общую теорему, это уже будет не очень сложно. Значит, давайте напомним формировку и что можно сделать. Значит, перерываем вырезание для гомоэтофических групп. Значит, у нас есть X, представленное в виде объединения двух клеточных подпространств. Клеточная пространство представлено в виде объединения клеточных подпространств. С это перетечения связанное не пусто. Вот, значит, пара А с С прям связана. То есть это означает, что А получается из С добавлением клеток размерности больше или равно М плюс 1. И, соответственно, пара у нас ВС, М связана. Тогда отображение ИИХ от А, С, ИИХ от ИИХ от ИИХ. Ну, индексированное вложением. Это ИИХ от А, С, М и ЭИХ от А, С, М и ИИХ от А, С, М и ИИХ от А. И, соответственно, у нас был такой случай, случай 1, значит, приказательство, да, это когда у нас А, полученный С, добавлением клетки ЕМ плюс 1 Альфа, а В полученный С, добавлением одной клетки ЕМ плюс 1 Альфа. То есть, в отличие от общего случая, что здесь мы присоединяем клетки разменности больше, чем М плюс 1, а мы говорим, что только М плюс 1. А В получает, соответственно, добавление клеток разменности больше, чем М плюс 1, а мы говорим, что такая клетка только одна. Вот. Ну и, соответственно, мы там с помощью двух геометрических, которые вообще-то сами по себе тоже интересны. Мы доказали, что в этом случае можно вот элемент отсюда, да, гаватопировать вот эту относительность сфероид таким образом, что он попадет вот сюда. Вот. Значит, это то, что мы сделали в прошлый раз. Теперь давайте второй случай рассмотрим. Ну, это фактически уже более формальное рассуждение, которое сводит два более общих случая к пьяному. Значит, здесь у нас А по прежнему, который уже как пьетит. А В произвольное. В произвольное. Значит, В произвольное. То есть, пройду как вот произвольная связанная пара, значит, когда мы добавляем клетки разменности N плюс 1. Ну, это значит, что мы хотим доказать эту мощность, да, эту мощность при... Значит, давайте сначала у нас есть... Давайте это обозначение как-то обозначим E, да. Эксисус, да. Вырезание. Значит, E, E. Вот. Мы хотим доказать, что это M, да, при... И A меньше равно M плюс M. Значит, мы рассмотрим E, который, ну, как обычно мы будем делать, да, то есть рассмотрим спироид относительный, да, то есть шар идет сюда, его граница идет B. Вот. И хотим его сдвинуть в гомотопии так, чтобы он попал вот в эту пару. Вот. Ну, значит, образ E компактен, следовательно, пересекает конечное число клеток. Ну, и просто с каждой клеткой мы по отдельности будем разбираться. Так как конечное число, то по индукции. Будем применять вот то рассуждение, которое у нас было в случае 1, да, там мы как бы сдвигались с этой клетки, да, образ. У нас была та клетка, которую мы добавили, и мы там вот картинку рисовали, да, сдвигались с гомотопией с прообраза точки, ну, с прообразом спироидры, который будет прообраз точки внутри этой клетки. Ну, а так мы это, значит, делаем последовательно для этой клетки. Значит, применяем рассуждение из случая 1. И последовательно для клеток из B без C, да, значит, там у нас одна была, ну, соответственно, в порядке убывания размера. Сейчас самый большой сдвигаем, потом с меньшей, и опять же. Ну, я имею в виду те клеток, которые делали вот этот вот образ этого спироида, да. Ну, и так мы его поднимаем, значит, в, соответственно, до спироида, который А лежит. Вот, ну, а моно при И меньшем, чем М плюс М, то же самое делается, да, как мы делали и... Ну, то же рассуждение, только мы теперь применяем гомоторфию, да, гомоторфию, отображение спироидов. Вот, и то же, то есть надо доказать, что если два спироида гомоторфии здесь, то они гомоторфии здесь. Мы рассматриваем эту гомоторфию этих спироидов, как отображение, сюда. Теперь у нас получилась здесь и размерность повысилась на единицу, поэтому здесь она упадет на единицу. Вот, поэтому мы в случае один подробно обсуждали в прошлый раз. Но главное, что мы эту гомоторфию тоже задвигаем в пару АС, точно так же, пользуясь тем же самым соображением, только примененным уже, соответственно, и плюс одномерным спирам. Вот, хорошо, значит, это случай такой. Ой, вы, наконец, последний случай... Да, ну, на самом деле, еще не совсем, да, это был у нас случай два. Давайте теперь случай три рассмотрим. А вот здесь, значит, третий случай такой. Здесь немножко другое рассуждение у нас будет, но тоже нормально, достаточно. Значит, в случае три... Значит, а... Ну, это общий случай. Так, ну, можно считать, что... Значит, то есть у нас А, полученный С, приклеиванием в ветке метод размерности больше равно m плюс 1. Да, ну, можно считать, что на самом деле больше, что m плюс 1 меньше или равно, чем m плюс m плюс 1. Да, потому что... Как бы... Приклеивание клеток вот таких вот, они уже на эти группы не влияют, да. Ну, вот с такими. Здесь мы рассматриваем только группы и меньше равно m плюс n, да. Но приклеивание клеток к а или там, к иксу, вот, больше, чем размерности m плюс n плюс 1. Не влияет на эти группы, как мы с вами знаем, по цельноклеточной аппроксимации. Вот. Ну и, соответственно, их можно не рассматривать. Да. Ну, как бы, это нужно для того, чтобы мы, как бы, так сказать... Нам не пришлось проводить рассуждения вот типа с бесконечностью, когда мы там в гомотопии загоняем в отрезок, как обычно мы делаем. Если клетки у нас уходят на бесконечности, но склеточное пространство имеет клетки в каждой размерности положительной, то тогда нам нужно применять дополнительное рассуждение о склеточной топологии. Это тоже можно было бы делать, но здесь это не нужно, потому что просто, начиная с некоторого момента, приклеивание клеток высокой размерности уже не влияет на эти гомотопические группы. Вот. Поэтому мы можем сказать, что давайте введем подпространство АХ это есть С, объединить с клетки А в размерности меньшего размера К. Так? И скажем, что ХК это есть АХ, объединить с В. Ну, тогда начиная с какого-то большого Х, тогда АК станет просто равным А, а ХК станет равным Х. Вот. И теперь мы рассмотрим ЕК. Отображение ПИ от А К С, ПИ от Х К В. Значит, будем применять индукцию ОК. Тогда случай БА-индукции, это случай К, равняется ХМ плюс 1, уже доказано. Случай 2, да. Когда мы приклеиваем тоже клетки размерности меньше или равно, чем М плюс 1, то и значит просто размерность М плюс 1. Так. Теперь рассмотрим такую точную последовательность Питроя. Пока мы точную последовательность Питроя на реакциях не разбирали. Но, на самом деле, мы фактически пользовались уже при определении клеточных гомологий, например. Но эта задача там у Вас была, она не сложная. Правда, для гомологий, но для гомотетической группы это формальная вещь. Вот рассмотрим, что у нас была последовательность Пары. То есть после Пары нужно вывести последовательность Троя. Это чисто формальная вещь. Никакой геометры нет. Так. Значит, Пи Пи х1 от Па от Па минус 1. Идет Пи, так, Пи х1 от Па минус 1. Это пара, это пара. И, соответственно, идти от рака. Ну, здесь все понятно. Это отображение индустрируем вложением создающих пар просто. Вот это отображение индустрируем вложением пар. И это отображение тоже индустрируем вложением пар. Значит, здесь у нас будет АКС. Теперь мы можем вложить А. Да, ведь АС вложить в АК-1. И дальше идет снова граничный голомархизм ПИ-1 от АК-1. Значит, я такой, что эти два отображения просто индустрируем вложением пар. А граничный голомархизм берется из последствий пары. Он как бы сначала переходит в ПИ от АК АК-1, переходит в ПИ-1 от АК-1. Да, это из последствий пары. А потом из другой последствий пары мы ПИ-1 от АК-1 вкладываем в ПИ-1, ну, то есть отображаем ПИ-1 от АК-1С. Ну, и в результате у нас все получается такая вот точная последствий пары. А здесь специально то же самое. ПИ-1 от АК-1 от АК-1. ПИ-1 от АК-1. Вот это у нас ЕХ. Это ЕХ-1. Значит, вот здесь мы как раз в этот тот случай нечастый, да, когда нам нужна 5 лерма, но ее наиболее общая проблема. Когда там не из аморхизма, а когда у нас там два этим аморхизма и один монаморхизм, мы делаем вывод, что средняя стрелка тоже этим аморхизмом. Значит, смотрим, при И-меньшем, чем АК-1 нам надо из аморхизм доказать. Мы хотим доказать из аморхизм от этого отображения. Ну, значит, у нас по предположению индукции это из аморхизм, да. Значит, смотрите, что получается. Значит, давайте это напишем 1, это 4. А это у нас тоже ЕХ-1. АК, полученный за АК-1 добавлением клеток фиксированной разметности, да, там, единичку больше. В данном случае К просто, да, поэтому мы можем... Вот это вот 1 из 4 и аморхизмы согласно в случае 4, в случае 2. В случае, когда мы добавляем к чему-то каменус одномерному единственную клетку размерности на единичку больше. То есть не единственный запрос в какие-то клетки, но главное, что размеры на единичку больше. Это у нас был второй случай. Поэтому вот эти вот отображения, они будут у нас согласно вырезанию, в частном случае 2, из аморхизма. Ну, а значит, это у нас 2, а это у нас 5, да. А 2 и 5, это БИЗа по предположению БИЗа. Следовательно, у нас 3 это тоже БИЗа. Вот, ну а если ИК у нас меньше, давайте я здесь, как говорится, воспользуюсь сквозькими доски, не буду стирать, а буду добавлять. Значит, если у нас здесь и меньше равно чем М плюс 1, то тогда смотрите, что у нас происходит. Тогда у нас происходит вот что, что... Значит, ну нет, ладно, давайте скажем, если ИК меньше чем М плюс 1, то мы хотим доказать, что это у нас будет монаморхизм. Значит, то, что это есть, и мархизм мы уже знаем. Значит, давайте смотреть, что у нас будет. Нам надо вот что для этого. Нам надо, чтобы... Вот эти две... Так, сейчас, сейчас, сейчас... Значит, мы хотим... А, нет, нам надо сказать... Нет, давайте вот... Меньше... Сейчас мы будем написать, да. Значит, при меньше... Я просто пользуюсь 5М с изоморхизмом. Теперь при меньшее равно я должен доказать, что это эпиморхизм. Значит, я говорю вот что. Значит, мне нужно сказать, что это эпиморхизм. Значит, вот эти два должны быть эпиморхизмами, А вот это должно быть монаморхизмом. Чтобы это у меня тоже было эпиморхизмом. Правильно? Давайте вспомним, значит. Чтобы это было эпиморхизмом, я должен что сделать? Значит, я хочу это поднять сюда, да. Значит, я беру элемент отсюда. Гоню его сюда. Поднимаю его наверх. Теперь... Ну, пользуюсь тем, что это монаморхизм. Значит, дальше гоню его сюда. Теперь смотрите. Если я в атаку, значит, я гоню его сюда, поднимаю, гоню сюда. Теперь, если я в атаку прошелся, я получу ноль. А вот не пошелся сюда, я тоже получу ноль. Но это у меня монаморхизм, поэтому это тоже должно быть нулевым. Значит, это сюда идет ноль, значит, я могу поднять сюда. А в доказательстве того, что это корректно определено, я должен использовать то, что это эпиморхизм. Значит, по крайней мере, да. Значит, это должно быть монаморхизмом. Ну, вот здесь как раз у меня размерность упала на единичку. Значит, здесь у меня 2 и 4 это эпиморхизм. Значит, ну, понятно, 4 это эпиморхизм либо по предположению индукции, либо по точию 2. Ну, ладно, что 2 и 2 это по предположению индукции, да. Здесь К-1 стоит. Это по предположению индукции, а это по случаю 2, потому что здесь у нас К-1. Вот, опять, это моно, потому что, ну, опять-таки тоже по предположению индукции, видите, здесь у меня стоит И-1 и К-1. Значит, тоже я могу сказать по предположению индукции. Хорошо. Значит, ну, все в порядке. Действительно, это у меня тоже эпиморхизм. Хорошо. Получается у меня такая вот вещь. Теперь в сентябре получается, что мы полностью доказали нашу теорему Гуайки. Так, следующий у нас раздел это... Давайте... Ну, мы часть следствий уже типа теорему Гуайкинде стали и извлекли, да. Вот, давайте мы, как и для гомологий, стандартное следствие, как вот, введение относительных групп абсолютно. В гомологии букетом у нас были, да. Давайте то же самое мы сделаем для гомотопических групп, но только... Это у нас, так как у нас теорема вырезания не в общем случае верна, а только с некоторыми поправками на размерность, то эти теоремы тоже будут в некотором диапазоне размерности, только не я. Так, значит давайте назовем эту гомотопическую группу клеточных стран. Ну, давайте сначала отведение... Значит, схема у нас похожа на гомологии, но, конечно, рассуждения будут отвечать, хотя утверждения будут похожи, да. Значит, верхний пикс А это у нас К-связная пара, клеточная пара, так. А А у нас просто К-связано. Ну, это означает просто К-связанное пространство, да. К-связанное значит, что у него площадь рейса и гомотопические группы клеялись. Когда вот такой вот гомотопизм... Ну, как обычно, он инвесирован отображением пар, да. Х идет в пара, как пространство. Х идет в пара, как пространство. А идет в пара. Значит, у нас получается точка. А точка это обычно. Ну, тут не пишем отмеченную точку. Ну, понятно. Значит, это изо при Их меньше равно К-связани, 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 К-связани. Эпи и И равно К-связани, 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 К-связани. Мы возьмем К-Са-а, а, конус на OK-а, а надо будет с К-связани. Если это A-L связанным, то конус на A получается из A добавлением, соответственно, клеток. Ну понятно, что у нас одна клетка добавляется. Сколько клеток было в A, мы умножаем на клеток. Поэтому если A клетки начинали с L плюс 1, то в конусе клетки начинается с L плюс 2. Поэтому конус будет дополняться из A, добавлением клеток начинается размен с L плюс 2. Это будет парой с 1 связанным. Но по вырезанию, вырезание дает нам, что A, 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 C, A, C, A, C, A. Значит, как бы у нас это было в целом А, C, а это B, C. Значит, мы должны взять X объединение, X объединить с конусом и взять по модулю B. Значит, вот так вот на вырезании даем. Это I за при I, A, C, A и B при I, C, A, C, A, C, A, C, A, C, A. Потому что здесь у нас R плюс 1 они имеют. А вот это у нас на самом деле есть P, I, A, C, A, C, A. Но это специально для гомологии, это специально для пары. Конус стягин, у него нет гомотетических групп. А это у нас есть P, I от X. Потому что для клеточных пар мы с вами доказывали, что это клеточное пространство, в котором есть клеточное подпространство, We ask that X объединит в C, A Вот с одной стороны он гомонтический клаляет на конусу, да. А с другой стороны, гомеоморф начнется с фартер-папа. Вот это гомеоморф. Просто мы здесь что-то добавили, и потом его загнали туда, почему мы фартеризуем. А вот это стягивать стягиваемое подможество можно, когда у нас есть свойство продолжения гомоторга. Часто для веточных пар. Хорошо, следующее предложение. Давайте сделаем. Значит, при 1 больше 0,2, Вот это вот одна букета. То есть свободная берегогруппа. Порожденное вот этими вот сфероидами включение. Имеется в виду, что мы в сферу вкладываем букет, и получается свободная берегогруппа. Значит, для этого равно 1 мы знаем, что это не верно. Мы знаем, что P11 букет это не свободная берегогруппа, а просто свободная группа. То есть она намного больше, чем свободная. Вот. Ну а для гомоторгии тоже соответствующие утверждения у нас верны, мы его тоже доказывали. Вот. Ну, это тоже стандартное рассуждение с вырезанием. Сначала для конечного букета, а потом для бесконечного, пользуясь сфероидами W. Сфероидами W. Доказательства. Значит, раз для конечного букета. Рассмотрим такую пару. Значит, произведение сфер и букет сферы. Ну, это клеточная пара. Ну, понятно, на каждой сфере у нас одна нольмерная клетка и одна нольмерная клетка. Ну, на произведении там будет произведение. Букет складывается в произведение, ну, как обычно. У нас букет это типа куба, да? А букет это вот три таких отрезка, которые торчат из начала координат. Букет всегда складывается в произведение. Рассмотрим такую пару. Значит, вот эта пара у нас, давайте посмотрим. Ну, мерные клетки из букета, они все есть и в произведении, вот как здесь видно, да? А дальше в произведении появляются клетки, которые есть в произведении двух клеток из двух разных компаний букетов. В кубе есть, например, двумерная грань уже, да? Но, соответственно, эти клетки уже будут иметь разменные клетки. Значит, сначала в букете есть ирмерные клетки, которые отсюда. А следующие клетки уже будут иметь разменность двою. Потому что это произведение двух ирмерных клеток. Поэтому клеток меньше у нас не будет. Значит, эта пара у нас два и минус один связана. Вот. Теперь Получаем, что раз эта пара связана, значит, у нее ну, да, детство нам для вырезания, по сути, не нужно, да? Значит, отсюда следует, что ИИ от произведения см альфа в букет см альфа оно лежит при И меньше или равном два и минус один. Вот. Ну, и тогда из точной последовательности протекает, что, соответственно, у нас есть такое отображение Пи-Н Вы здесь видите? А это Пи-Н произведение мы знаем с вами. Видите, здесь рассуждение совсем другое, чем для гомологии. Значит, для гомологии мы не знаем, какое будет произведение... Гомологии пока что, по крайней мере, произведение сфер. Это как, вот, проявление двоиспехмонахидона, которое я часто вам говорю, что гомологии ведут себя хорошо относительно букетов, а гомототические группы ведут себя хорошо относительно произведений. Поэтому гомототические группы произведения, это произведение гомототических групп. А гомологии и букет это прямая сумма гомототических групп. А гомототические группы ведут себя плохо. То есть вот с первой размерности, ну, для гомологии там любой букет, у нас, так сказать, букет переходит в прямую сумму групп гомологии. Неважно там сферы, не сферы, все что угодно, связанные, не связанные. А для гомототических групп, ну, единственное, что мы можем сказать, что если мы берем букет одинаковых сфер, то первая размерность, где появляется гомототическая группа, она будет свободной армией. То есть прямой суммой гомототических групп сфер. Вот. А дальше мы вообще ничего сказать не можем. Так. Вот мы с вами будем немножко обсуждать. Допустим, если мы захотим построить И3, скажем, отдать двух метод двумерных сфер, да, то это будет большая нормальная группа, да. Это будет всего разного, которое из С2 происходит, еще из С2, потом из произведения Уайфеля, которых мы тоже сегодня обсудим. То есть это совсем не равно И3 от С2 плюс И3 от С2. Там будет еще много чего. Ну, вот. Ну, а здесь, значит, в этой размерности все в порядке. Здесь все нормально. Значит, для пары эта группа тривиальна, потому что пара 2-1 связана. Вот. Ну, а, значит, там в источной процессе получим, что это будет изоморфизм в неком диапазоне размеров. Ну, по крайней мере, это тоже изоморфизм. Четыре изоморфизма приема большего множества. Кстати, что происходит с пара 1-1, это тоже понятно посмотреть. Там не будет изоморфизма, да. Вот. Там будет, соответственно, эфиморфизм, да. То же как будет. Ну, там теорема Басганта уже работает. Ну, конечно, теорема Басганта уже работает. Вот это. Вот это все можно написать. Сейчас еще точную последовательность. Вот. Но там уже, значит... В общем, там можно сказать, что туда пойдет в ноль действительно дальше. Вот. Но отсюда уже что-то будет приходить. Там будет P2 от этой пары, которая уже будет нетривиальна. Вот. Если она равно 1-1, то можно сказать, что только при P2 нетривиальны. Это она будет сюда приходить. Дальше будет ноль, но это будет только 3-1. Но это действительно 3-1. Потому что это свободная группа, а это свободная группа. Она ее накрывает, но не изоморфизма. Но при этом большем дума это действительно изоморфизма. И ты получается, что ядро этого мифоморфизма будет с коммутантом, правильно? Да. Ядро этого мифоморфизма. Но это нам не понятно. Можно сказать, что это как раз и есть. то у вас как раз и будет, потому что там P2 не будет, а то и да, это, кстати, полезно. Если мы напишем P2 от произведения S1, то здесь мы напишем, скажем, P2 от произведения, а здесь от пары. Вот так будет. Смотрите, P3 от пары произведения букля. Давайте я так сокращенно буду писать. Идет P2 от букета, идет P2 от произведения, если мы одномерная сфера рассматриваем, да, окружность. А, нет, я хочу как раз 2.1.1. Вот. Значит, что у меня получается здесь? У меня получается, что... Действительно, я могу сказать, что P1 равно нулю, а вот эта группа равно нулю, по тому же самому. Если она равна 1, то она дарится. P1 равно нулю, она падает. Вот. Поэтому P1 равно нулю, поэтому это действительно A. Вот. Но A. А здесь у меня дальше более соответствует P2 от произведения, которое равно нулю. В произведение окружности P2 от произведения P2 от окружности, а P2 от окружности равно нулю. Вот. Значит, мы получаем, что эта группа действительно... Питва это коммутант, да, коммутант свободной группы. То есть это бесконечно порожденная, свободная группа. Вот. То есть, видите, для группы там у нас всё сложнее получается. Хорошо. Так. Да, но это мы для конечных букетов сделали. Ну, то есть это бесконечно стандартное рассуждение. Да, это у нас в бесконечных букетах. Давайте я не буду ещё писать, мы смотрим на это отображение. Вот. Ну и опять-таки берём сфероид и пользуемся там вот этим свойством с компактностью, да. Значит, берём, соответственно, у нас будет... Давайте. Отлично. Для бесконечного букета у нас будет... Так. Значит, у нас будет отображение P, скажем, из прямой суммы P от альфа и N от букета. Значит, у нас, понятное дело, есть такое отображение. Мы просто P от альфа, это группа Z, представленная вот этим вот сфероидом, ну, сождественным, да. И мы его можем отправить в соответствующий сфероид букета. Мы хотим доказать, что это изоморфизм. Я доказал, что он эпимарфизм, да. Вот. Берём сфероид отсюда, из букета, да, то есть SN в букет S-компактность. Теперь пользуемся компактностью, да. Сферо-компактность, образуя компактность, значит, он содержится только в конечном букете. А для конечного букета берём сфероид. Вот. Ну и, значит, он лежит в образе. Это даёт нам эпимарфизм, но мономарфизм тоже самое, даёт только с гомотопией. Значит, если оно здесь гомотоп по нулю, берём гомотопию, образ этой гомотопии содержится снова в конечном букете. Значит, на конечном букете можно поднять сюда, потому что на конечный букет это мономарфизм. Ну, значит, оно тоже мономарфизм. То есть это совершенно стандартное рассуждение, мы много раз уже пользовались. Так. Ну и теперь, собственно, аналог как бы теоремы Ван Кампина, вернее, даже не теорема Ван Кампина, а её следствие из теоремы Ван Кампина, который описывает фундаментальную группу клеточного пространства, да. Значит, аналог описания фундаментальной группы клеточного пространства, который заключается в следующем. Да, но это такой аналог, конечно, до сих пор не общий, только весьма частный срок. Тоже предложение. Значит, пусть Х такой вид имеет. Это есть букет N-мерных сфер, к которым приклеены ещё клетки, объединение клеток E, N, плюс 1, β. Значит, у нас есть клеточное пространство, в котором только N-мерные, N, плюс одномерные клетки, да, которые приклеены по отображениям Φβ из, соответственно, S, N, плюс 1, то есть, если приклеены, то, значит, пара S, N, в букет. Вот. У нас есть N-мерная клетка. Чтобы её приклеить, мы должны задать отображение границы, соответственно, N-мерные сферы, буквы, к чему мы приклеиваем. Вот. Тогда мы можем сказать про первую только гомотеопическую группу. Значит, P-M от PIP, это есть фактор группы P-M от букета, а это есть свободная биогруппа, по подгруппе, порождённой классами в этих спироидах. Ну, здесь как бы Амеревая подгруппа будет порожденная. Это свободная Амеревая группа, её подгруппа тоже будет свободная Амеревая группа, как подгруппа свободной Амеревой группы, так? Вот. И она будет свободной Амеревой группой, если у нас N больше 1, 2. Если он равно единице, то мы это теорема, о которой мы с вами уже доказывали в курсе тапологии 1. Здесь все аналогично, казалось бы, но беда в том, что область применения такого приложения очень узка. Наше пространство это далеко не произвольное веточное пространство, то есть оно у нас должно быть высокосвязным. Если у нас там, например, мы стартовали с букета, там все разные размеры, двумерные, трехмерные, четырехмерные, то можно сказать не может. Это как бы описание первой гомонапической группы пространства. Первой недривязной гомонапической группы пространства, а дальше уже они... То есть если у вас пространство не односвязано, то у него есть фундаментальная группа. Эту фундаментальную группу мы знаем как описывать. Ну вот так вот, да, только здесь уже будет не свободная перевод. Давайте здесь напишем. Я больше работаю, да, чтобы вот это поводить. Ну, если я просто стереть, то тогда это будет верно и для n равно единице тоже. Поэтому в прошлом седентре это говорит, тем другое утверждение. Вот. Да. Ну, опять-таки, доказательство абсолютно аналогично. Надо рассмотреть точно по той паре. Икс и букет, да. И там будет такой фундамент. Икс и букет идёт в ограниченный граммортизм 3-1 букета. Дальше это идёт в Pn , а это идёт в 0, потому что вот эта пара у нас n связана. n связана, поэтому Pn от пара это 0. Вот. Но, стало быть, действительно, вот это у нас есть сумма этих наших зетов. Это у нас эпимартизм, поэтому эта группа это фактор-группа, да. Вот. А с другой стороны, мы знаем из предыдущего предложения, да, что... Вот это мы знаем тоже, что такое. Вот эта пара у нас n связана, да. Поэтому мы можем сказать, что применимо вот тут первое предложение. Мы можем просто, как и для гомологии, здесь наивно посчитать просто фактор пространства, да. Значит, это будет Pn плюс 1 от х фактор по объединению по букету. А это у нас просто Pn плюс 1 от той же букета, но уже, соответственно, n плюс одномерной. Здесь у нас пространство устроено так. Здесь n-мерные и n-мерные клетки есть. n-мерные клетки мы установили, а та ли только n-мерные, это букета сфера будет. Вот. Ну и как раз вот это тоже будет, понятно, тоже свободная для левого группа. Мы как раз вот в эту сферу идем сюда соответствующий Pb. То есть здесь образующее при этом гомоморфизме у нас там типа n плюс 1 бета переходит в Pb. Вот. Ну вот, как раз вот так сказать. Мы знаем, как это такое. Это наше D. Ну и вот так сказать. И будет партнер группа вот этой группы по подгруппе порожденной образами вот этих вот элементов соответствующих Pb. Так. Хорошо. Так. Вот будет у нас листок. Отлично. Следующий наш сюжет короткий тоже. Это стабильные гомотопические группы. Видите, мы уже кое-что знаем про гомотопические группы клетчатых пространств. Да. Так сказать, сейчас мы, вот там вот задачи будут, мы кое-что уже сможем вычислять. Но давайте еще немножко формальной теории. Значит, такая стабильная, такая важнейшая стабильная теория гомотопических понятий. Стабильная гомотопические группы. Значит, о чем здесь речь идет, да? Ну, давайте начнем с того, что предложение докажет, что если рассмотрим как разную надстройку над крепостью X является A-1 Театра. Ну, это как бы более-менее тоже понятное утверждение, да? Можно его даже не формально доказывать, а просто для клеточных пространств, так сказать, посмотреть, да, что там какие-нибудь клетки не были, там их размерности увеличатся, соответственно, и у нас все получится, да? Значит, но надо понимать, что тут важно, что X-клеточна, да? Значит, вот если X не является клеточным, типа, например, X-тягивающийся окружности, да, вот, вот, ну давайте здесь мы каждый раз оперируем негде-то геологическое рассуждение, которое оперирует к тому, что клеточное пространство является К-связным, тогда и только тогда, когда оно не задержит клеток размерности вплоть до К-1, да, тогда это более-менее понятно. Ну ладно, поэтому у нас задача была, может быть, и не все решили, мы к ней, правда, несколько раз уже оперируем, но это можно и без этой задачи решить, значит, по индукции, да, значит, индукции по К. Вот, что на основе нашей стандартной теоремы вырезания, если К равно 1, то мы получаем, что надстройка линейно связана. Настройка над любым, ну, это очевидно, потому что настройка над любым, ну, X может быть само по себе не быть линейно связанным, но настройка уже линейно связана, да, потому что мы так стягиваем что-то в точку, и у нас, в конце концов, все. Ну, с любую точку можно соединить с одной из горшин и надстройки путем, да, ну, значит, с любой другой точкой тоже. Вот, да, ну, а дальше по индукции. Значит, рассмотрим. Так, давайте здесь расскажем. Значит, пусть Y, которая есть надстройка К от X, а минус 1 связана, т.е. PY от Y равно 0 при не меньшем шаге. Вот. Вот. Когда мы рассмотрим только золотой настройки, да, мы про него уже знаем, что... это PY при не меньшем шаге, чем 2 х минус 1. Ну, в частности, PY плюс 1 от надстройки К плюс 1, да, это есть PY плюс 1 от надстройки над Y по определению. А это, согласно изомортизму надстройки, есть PY плюс 1 от надстройки, где-то есть 0. То есть, пользуемся изомортизмом надстройки, значит, при не меньшем K мы можем это... Ну, если оно меньше, чем 2 х плюс 1, то оно меньше, чем K. Потому что у нас, ну, понятно, K меньше, равно чем 2 х минус 1 всегда. Вот. Ну, все. Получилось, что шаг индукции мы завершили. Вот. Хорошо. Теперь, собственно, к определению стабильных гомотопических групп мы подошли. Да! Если! По центру! Ой! У васAhem?? Тех туия! в последовательности для каких-то изоморфизмом настроек. Значит, суть в том, что с некоего момента у нас все станет изоморфизмом. А именно, на самом деле, можно точно сказать, в какой момент у нас это станет изоморфизмом. Значит, у нас есть такое отображение. Пи-плюс-к от сигма КТХ бьет в пи-пи-плюс-к плюс-один сигма К плюс-один. Вот, в ней коварент у нас такой появится. И это будет, согласно серии моего изоморфизма настройки, это будет изоморфизм при пи-плюс-к меньше, чем 2 на К минус 1 плюс 1. То есть, когда здесь появится настройка хотя бы на единичку больше, чем та гомотопическая группа, которая вот здесь будет. То есть, если мы стартовали с пи и от х, то мы должны сделать только нас трое на 2 больше, чем вот здесь. Ну, это изоморфизм, потому что это у нас как раз, как мы доказали, настройка будет у нас К минус 1 и минус 1 связана. Поэтому вот здесь К минус 1 появляется. И соответственно, я могу сделать именно настройку. Вот. Стало быть, начиная вот с этого места, тогда К у нас станет больше, чем и плюс 1. Ну, то есть, грубо говоря, это означает, что показатель у нас станет в 2 раза больше, чем настройка. То есть, номер гомотопической группы у нас станет в 2 раза больше, чем вот здесь, по количеству настройки. Тогда вот с этого места у нас просто береги. Вот. Ну и соответственно, вот эта вот группа, которая так получается, Фи и плюс К от Сигма К, где К больше, чем И плюс 1. Они тогда, вот при этом условии, они все одинаковые. Она называется стабильная гомотопическая группа И. Она называется стабильная гомотопическая группа. Она называется стабильная гомотопическая группа И. То есть она может совпадать или не совпадать с гомотопической группой самого И. , да, вот, с которой мы начали. Если вдруг у нас оказалось, что сразу изоморхизм пошел, ну, значит, это будет истойная группа. А так это вообще говоря... Вот эти вот отображения, они у нас... Ну, смотрите, в некий момент он достанет эпиморхизмом, да, и потом он станет изоморхизмом. Но вот здесь про предыдущие отображения мы вообще не сейчас сказать не можем. Они могут быть вообще нулевыми, там, и какими-то. То есть эта гомотопическая группа может быть реальной, а стабильная гомотопическая группа может быть не реальной. И конечно же у нас такие примеры будут. Давайте рассмотрим стандартные примеры таких как это нульмерная СС. Тогда соответственно группа ПИ-К от СК, она же ПИТС от С0, она означает просто ПИТС. Называется ПИТС стабильная гомеотетическая группа ПИТС. Смотрите, давайте посмотрим, что у нас здесь получается. ПИС0, да? Нулевая группа, когда у нас И равно нулю. Когда ПИ равно нулю, то становится из амортиза, она начинает с двух. Поэтому ПИТС0, нулевая группа, то есть там начинается... Но она на самом деле раньше становится. То есть это будет у нас Z, да? Но значит это мы... Стабильная как бы разметность, это ПИТС2. ПИТС2 это Z. До этого из ПИТС1 от С1, из ПИТС2 формально мы знаем, что это только ЭПИ-мортиза. Да, но оказалось на самом деле ПИТС-мортиза, но это нам так повезло. Значит, вот эта нулевая стабильная гомеотетическая группа СФЕР, мы ее знаем. Теперь вот давайте посмотрим ПИ1С. Значит, ПИ1С формально это у нас ПИ4 от С3. Мы вот сюда посмотрим. Если ПИ равно 1, то должна быть группа, когда Х больше, чем 3. То есть 1 плюс 3 это ПИ4. А здесь должна быть трехкратная надстройка на ДС0. ПИ4 от С3. Вот. Ну, на самом деле, у нас будет серия задач довольно трудных, которые показывают, что эта группа есть с С2. То есть у нас есть ПИ3 от С2. Вот смотрите, у нас идет как бы ПИ2 от С1. Идет сюда с помощью настройки. Это мы знаем, что 0. Вот это мы знаем, что Z. Да, вот в этой последовательности. А дальше идет ПИ4 от С3. ПИ5 от С4. И пошло. Вот эти группы уже все изоморваны. А здесь у нас эта группа, мы знаем, что изоморвизм надстройки является эпиморвизмом. Вот в этой межостабильной, как говорят, размерности. Поэтому вот эта вот группа, это фактор группы Z очень удобно. Пока что мы знаем, что она может быть Z, а может быть любой циклической группой. А может быть и нулевым. А дальше они все одинаково пройдут. Ну, на самом деле, это получается Z-фактор по 2Z. Почему? Мы сейчас немножко после перерыва обсудим, но до конца мы это не сделаем. До конца у вас будет серия задач. Вот. Ну и наконец, ПИ2. Это уже совсем за рамки нашего курса уходит. Это мы знаем, что это у нас из ПИ6 от С4. Вот. Это у нас тоже Z2. А вот следующая, третья группа, это уже будет Z24. Вот. И на самом деле, вот, у нас тут все-таки пока еще введение в теорию дамагоги. Значит, следующая размерность у нас будет ПИС. Это будет, соответственно, ПИС 8 от С5. Вот. И это будет у нас Z24. Это доказал Нассандри Рофлин. По-моему, в 1963 году уже. И, собственно, на этом, ну, используясь методами Пандрягина, с помощью того, что сейчас называют оснащенные абордизмы, вот. Вот. Пандрягин вычислил вот эти две группы. Вот. А Рофлин вычислил Z. Да, Пандрягин, на самом деле, даже написал работу и сразу третью группу. У него получается на Z12, он еще одну двойку не учел. Вот. А потом Рофлин исправил ваши 53 минуты. Получилась такая очень интересная группа. Имеет разные замечательные последствия в теории гомотопии. Вот. Собственно, на этом геометрические методы стабильной теории гомотопии заканчиваются. Чтобы уже посчитать следующую группу, она уже нулевой окажется в следующей стабильной тематологической группе. Уже нужны ангибраические методы, спектральные последовательности, там вот, какомологические операции, копиены и так далее. Вот. Ну, вообще, люди до сих пор считают стабильной гомотопической группой сфер. В 2005 годы это вообще считалось главной задачей в топологии. Вот. Найти какое-то универсальное описание всех стабильных гомотопических групп сфер, это, может быть, с помощью какой-то ангибралической структуры и так далее. Но это, как бы, задача, видимо, так сказать, при нынешнем развитии науки и технологий не поддаётся. То есть, люди пытаются это делать более чем 50 лет. Вот. И без особого успеха. Хотя пишут очень много статей, так сказать, разные группы исследователей этим занимаются. Но сейчас где-то примерно они посчитаны примерно в районе до 100, да, то есть так, разными, так сказать, с подметным применением компьютерных гомотопической техниками. Вот. Но всё равно это, как бы, так сказать, совершенно хаотическая там структура. А есть некоторые закономерности, но в целом это абсолютно, так сказать, не поддаётся единообразному описанию. Вот. Хорошо. Значит, ну, давайте вот, как бы, наверное, сейчас имеет смысл сделать перерыв. После перерыва мы обсудим произведение Вайтера и Самица, но мы теорему Кульвевича докажем. Давайте-ка, да, вот здесь. То есть ВИЧ возле нестабильной гомотопической группы? Конечно. Вот, например, Си-3АТ-2 нестабильная группа на З. АТ-1 на З-2. Вот те, которые до этого момента стабилизации называются нестабильной группой. ВИЧ. 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 Продолжение следует... 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 Можно в лоб. Здесь несколько доказательств этого фаста. В книгах и перегонотоке вы сможете посмотреть. Ну, значит, что тут еще можно сказать. Действительно, вот эти свойства в некотором смысле имеют смысл... Они в каком-то смысле верны без этих ограничений на размерность. Но про третье тут ничего не рассказать. Вот про первые два. Ну, вот это, как бы, это то, что называется велинейность коммутатора. То есть у нас, если вы возьмете групповой коммутатор, то... Если вы, так, захотите написать еще и 12 лет в ядеровой группе, у вас вы можете написать коммутатор в смысле произведения у альфида. И тогда у вас вот такое вот соотношение. Значит, вы берете коммутатор, а сумма это произведение будет. Альфа, бета, гамма. То есть у вас, вообще говоря, это не равно альфа, бета умножить на альфа, гамма. Это, вообще говоря, в ядеровой группе не равно. Но это, на самом деле, почти равно. Это, как говорится, равно по модулю членов, более высоких членов нижнего центрального ряда. Это верно, по модулю более высоких коммутаторов. Вложенных коммутаторов длины 3 и так далее. И вот тоже в комбинаторной теории группы такие торжества, типа Ова, они играют в одну роль. Вот. А вообще, вот есть фундаментальное наблюдение, которое к Маркусу у вас происходит. Вот не альфа группа, а не альфа группа, они похожи не на альфа группы, а на алгебры Ли. Вот. И как бы, вот операция сложения в не альфа группе, это что-то типа сложения в алгебре Ли. А операция коммутатора, соответственно, коммутатор в алгебре Ли. То есть в группе есть операция умножения и коммутатор. Эти две операции ведут похоже на сумму и коммутатор в алгебре Ли. То есть они выделяют некоторым похожим свойством, но не совсем, а вот некоторые поправки. Но это опять-таки отдельный сюжет. Вот это свойство, а здесь, значит, ну вот это свойство тоже для коммутатора, ну, я думаю, как... Но вот это свойство в чистом виде осмысленно, когда К равно Л равно единице, просто... Если мы обратно посчитаем, то этот коммутатор будет в минус первую, да? Коммутатор альфа с бета, это коммутатор бета с альфа в минус первой степени. Так что здесь будет все в порядке. Только это минус единицу, вы понимаете, не как минус, а как подведение в степень минус один. То есть взятие обратного элемента в минус первой степени, так что здесь все в порядке, ну, а здесь, я уже сказал, это, конечно, смысл по-русбюльности, да? Хотя тоже, опять-таки, есть для... Если все равно единицы, то, опять-таки, если это мы смыслом как коммутатор в минус первой группе, то здесь вот мы должны будем брать произведение, это, опять-таки, верно по модулю членов, по модулю коммутатора более высокого порядка. Это тоже одно из того, без пола. Ну, хорошо. Значит, это вот то, что касается. И последнее, что можно сказать по произведению ойса, для чего оно вообще нужно, да? Ну, например, у нас будет там задача тоже, да, что, вот пример, да, вот опять-таки, все без доказательства, но вот мы можем, у нас есть, просмотрим отображение, значит, рассмотрим P2 от F2, и в нем есть соответственное отображение, то есть F2 в F2. При этом... Ага... Значит, можно рассмотреть произведение уайсхеддак... Значит, можно рассмотреть произведение уайсхеддак... Произведение уайсхеддак... А двух, так же, действительно, этого элемента с тобой. Это даст нам отображение F3 в F2. При этом мы знаем, что это даст нам элемент 2,3 от F2, которая есть Z. И порождено оно отображением хопа. Давайте это его обозначим. Это расслонение хопы. Мы с вами знаем, что... Да, кстати, обратите внимание, что, в отличие от алгоритма, здесь у нас стоит 2 элемента порядка 2, поэтому здесь K и будут равны у нас 2, и это тоже вопрос нам сказать, что IFI равняется IFI. Никого противоречия нет. Честные элементы можно брать в произведении Уайхи. А для нечестных элементов у нас получится, что, если бы они были нечестные, то у нас получилось бы, что это произведение Уайхи равно минус ему. Но это означает, что в соответствующей гоматотической группе это элемент порядка 2. Это не означает, что оно равно нулю только, что у нас все на целом и числе. Значит, здесь это не элемент порядка 2, это просто ничего нам не дает. Значит, у нас получается, что вот это какой-то элемент отсюда, а эта группа поражена R. То есть мы можем написать, что IFI и W это есть какое-то K на R, где K целая число. Но на самом деле K равно 2, это у вас задача. Вот. И, соответственно, в этом он как раз очень не тревляет. Ну, это можно вообще-то и алгебрически увидеть, но для этого, как бы сказать, пожалуй, у вас недостаточно. Но вот с этого начиналась теория гоматотики. Вот, собственно, на этом основано вычисление Пантряги на первой стабильной гоматотической группе сфер. Пантряги, как многие из вас, наверное, знают, был слепой, да? И он все это у себя в голове воображал. Вот почему как бы есть диаметрические описания Расстанин-Колк и диаметрические описания Расстанин-Колк, и надо вот настолько, так сказать, развить пространственное воображение, чтобы увидеть, что 2 на это будет отображение 2. Вот диаметрический, значит, 2 на отображение Колк. Воспотряги могут это, так сказать, у себя в голове. На этом вычислении основано, собственно, как мы сейчас чуть попозже увидим, вычисление первой стабильной гоматотической группы сфер. Группы сфер. Печеты ряды сфер. Вот эта двоечка, это как раз то, почему там у нас получается плюс 2. Если бы здесь единица получилась, там бы получился ноль. Если бы здесь хоть другое, то получилось бы взроскаб. Первой стабильной гоматотической группы. Хорошо, значит, есть еще две скобки, которые тоже выбирают 2 на ноль в сервере гоматотической группе. Это то, что называется проездение сайверсона и проездение подрядицы. Значит, да, действительно, в этот свойство... Да, можно сказать, что альта здесь может быть единичкой равно. Тогда мы получаем, что у нас группа P1 действует на высших гоматотических группах. И вот это действие, оно как бы линейно относительно скобки. Скобку гайкера линейно относительно этого действия. Ну хорошо, значит, теперь проездение сайверсона. Так, слушайте, я, наверное, боюсь, что... Ну ладно, давайте, может, буквально пару слов скажем. Да, значит, рассмотрим теперь пространство P1, Омега-Икс. Вот, тогда у нас есть... Вот здесь, как бы, на самом деле, у нас общее произведение можно определить с помощью коммутатора. Да, у нас есть отображение С из... Как бы... Ну, на самом деле, мы можем... Давайте, вообще-то оно из произведения, да, из произведения, которое парочки X, Y отправляет в коммутатор. X, Y, 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 Y. Ну, берем две кисли и берем от коммутатора. Вот. Ну и, на самом деле, если мы будем это смотреть... Ну хорошо, значит, вот есть такое отображение С. Теперь давайте возьмем два сфероида. Это F, SP в Омега-Икс и G, G, SQ в Омега-Икс. И рассмотрим такое отображение. F, G, S, F, Q в Омега-Икс. Которое есть SP на SQ. Так? Отобразимся сначала его с помощью смеш-произведения. X умножить в произведение петель. Вот. Теперь из произведения петель у нас есть отображение факторизации, да? Вот. И сюда есть отображение, соответственно, есть вот эта сцена. Теперь я подтверждаю, что если я ограничусь на смеш-произведение, то есть это, ну как бы, здесь я стягиваю букет, да? То есть если вот, скажем, здесь у меня коммутатор, да, то есть если одна из этих петель это просто точка, да, то я получаю, конечно, не тривиальную фистлюту, X сначала прохожу фистлю, потом и обратно, но она гомотопно тривиальна. Да? Поэтому вот эта диаграмма дает мне вполне конкретное, корректное отображение F, G, S из гомотопических групп. из Пи от Омега Х умножить на Пи Ку от Омега Х. Я как бы, так сказать, с точки зрения гомотопии могу вот это вот мое отображение на самом деле могу определить на смеш-произведение, да? То есть у меня есть фактически на самом деле отображение вот такое вот, да? про то же С. То есть вот этот коммутатор с точки зрения гомотопии я могу вот все петли, которые у меня получаются, я на самом деле отсюда могу определить другое отображение вот такое, из смеш-произведения, которое просто вот все вот эти тривиальные петли стягивает в точку. Но дело в том, что у нас вот Омега Х и Омега Х смеш-произведения гомотопные, они стягивают, да? Поэтому я могу во все петли, которые, как здесь я беру точку, да, один друг Х смеш-произведения. Я могу эти петли просто стянуть в точку обратно и просто считать, что вот это мое отображение С на парочках Х и запятая отмеченная точка просто бьет в отмеченную точку. В точке гомотопии я это отображение могу на такое заменение. Тогда у меня будет вот такое уже отображение, и тогда я с этого могу определить такое сквозное отображение из петли. Вот. Это дает мне уже хорошее отображение смыслы градуировок, да? Из П куба, а здесь П плюс Куб. Вот до этого, чтобы вы не знаете, у нас было из П куб в П плюс К минус один, но там петель не было. А вот здесь появились петли, но зато градуировки ставят все в порядке. Вот. И тогда вот то, что получается, называется произведением саммитера. Вот. Но теперь мы с вами знаем, что на самом деле видно, что эти вещи должны быть связаны. Потому что петли, фундаментальные группы петель, они отличаются от фундаментальной группы кса, сдвигав на размер. То есть на самом деле у нас есть демортизм. Т из Пн от х, Пн минус один от омега х. Таких демортизмов много, да? Они как бы, так сказать, ну, можно... Этот демортизм сопряжен к отображению надстройки, но там нужна как выбор аргументации, чтобы его установить. Вот. Так вот утверждается, что существует такой демортизм, можно его так выбрать, что у нас будет выполнено следующее свойство. То есть демортизм. Здесь у нас есть произведение у Альхина в гомотопических группах икса. Потом ставим Пн плюс один. Пн минус один. Например, П двадцатая по бесконечности, это П один от петель на его бесконечности, которая везде окружена. Ну, возьмите точное подслоение, да? Над иксом, пространство слоения, пространство путей, а слой является П на омега х. Мы просто раз разбирали. А в произведении У Альхина при этом демортизм как раз перейдет в то еще до знака. Но, к сожалению, этот знак мы... Так. Да, здесь будет Т альфа, Т бетер, любая В. А вот это вот х, это на самом деле, если альфа принадлежит П х, то это вот это х. Бетер принадлежит П л. Вот. Ну вот, например, если они все в единичке лежат, да? Пиадинку. Тогда это мы знаем и так. И то и то это коммутатор. И то, что мы вот так определили, вот этот коммутатор, да? Ну и произведение У Альхина тоже коммутатор. И немножко по-разному определены. Тут вот просто явно, видимо, написали коммутатор. А произведение У Альхина, в одной очередь, приклеивающее отображение двумиалой клетки, да? К той, которая тоже есть коммутатор. Поэтому даже тут это как бы, ну, одно геометрическое, второе лгебраическое, да? Да, сейчас, секундочку, 10-15, я тут, 10-15 уже написал. Вот, значит, У Альхина это которая в иксе, а Саммельсон это которая в икс. Вот. Теперь давайте посмотрим, как вот эти вот свойства у нас перепишутся для произведения Саммельсона. Значит, здесь у меня будет так. Вместо пикатых давайте я напишу пи бета от омега и. Ну, где к это будет там типа п-1 или что-то такое. Наоборот, п-1 это к. А здесь, как бета и гамма, у меня будут лежать пи, ну, лучше, конечно, и другими буквами обозначать, как у меня в технике, но от омега пи. Тогда здесь у меня будет то же самое. С, 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 да? Ну, если как бы я поменял вот в это утверждение, да? Да. От пи ничего не зависит. От пи ничего не зависит. Только от первого, от второго не зависит. Да. Вот во втором у нас появится уже более интересный знак. Значит, давайте здесь тоже напишем пи бета от омега и. А здесь пи ку т от омега и. Давайте пока сотрем. Вот. Потому что там автоматически нам все получится. Значит, здесь будет S. А здесь будет такой знак. Здесь минус тогда возникнет. Просто надо перейти с помощью этого соответствия. Давайте их открутить. И их утверждает, что получится то, что я пишу. Видите, здесь минус. Минус один степенью по пу. Вот это уже так, как нужно. У нас, действительно, если они оба имеют четную размерность, то здесь будет знак минус. Как и в алгебреи. А если хотя бы одно из них четно, то будет минус. А вот только если два нечестных, то будет плюс. Вот. Ну, а здесь, соответственно, будет то жество, которое вот так проще всего записать. Значит, здесь мы напишем тоже F. Здесь у нас R. Здесь у нас Q. Это нам не нужно. И здесь везде минус стоит какой-то омега икс. Омега икс. Вот. А вот этот розыск у нас запишется так. Значит, как бы я беру коммутатор. Это типа формулы Лейница. Смотрите. Вот в таком виде его от легче значительно запомнить, чем тот, который я должен написать. Ну, давайте здесь S. Смотрите. Я применяю как бы на коммутатор действую таким вот оператором внешним коммутатором. Значит, я утверждаю, что я должен его сначала внутрь занести. Здесь я не меняю порядок. Поэтому я чешу без всякого знака. Я подействовал как бы этим F на первый. Я его внес внутрь. Вот. А теперь я должен его подействовать им на второй. При том, что когда я его подействую на второй, я должен написать так. Я должен написать Psi. Я должен поменять местами. Psi и Psi. Вот. То есть, если я променял их местами, они имеют свою градуровку. Это вот универсальное правило знаков. В градуированных алгебрах, алгебрах и так далее. Если я променял местами элемент разминасти P с элементом разминасти Q, то я должен за каждую, как бы, так сказать, разминасть я должен, как бы, ну, понятно, умножить на знак не на с один степень и большую. Это как сенсорных алгебрах, что мы как датчиками. Коммутировать, например, внешние степени во внешний адрес. Да, вот с квадратными, например, так, про знаков. Правило знаков. Это вот когда можно по внешнему произведению, когда мы считаем внешнюю форму. Вот. То есть это как вот типа формулы Левница, но со знанием. Формула Левница – действие оператора внешнего коммутирования на внутреннее. Вот. Ну вот. Вот это как бы градуированное творчество яхви. А это уже очистно видеть, как градуированное творчество яхви. Если все элементы имеют четную разменность, то это просто творчество яхви. Только яхви тоже так можно написать без всяких знаков. Вон она там циклический их представляет. Это один способ. Второй способ. Вот. То есть вывод такой, что Пи со звездочкой Омега-Х – это то, что называется дранулированное или супер-кольцо Ли. Или супер-кольцо Ли. Ну, кольцо, потому что обычно алгебры Ли они над полем рассматриваются, а тут у нас над целыми числами. Вот. Но это вы можете, конечно, умножить на рациональные числа. Получится что называется рациональные гомотетические группы пространства. Вот это называется рациональная гомотетическая алгебра Ли. Она активно изучается в теории гомотетической алгебры. Вот. Ну хорошо. Это вот то, что связано у нас с произведением Вальча Дей-Савельсом. Тут, конечно, больше задач, чем утверждение. Но, тем не менее, это вот такая очень важная конструкция. Да, вы... Вот там еще одна задача у вас уже напоследок, да, есть, по-моему, да. Что, если вы рассмотрите... Вот то, что я писал здесь про Галмаркию, про Вальский, да. Вот, собственно, что сделал Пантряйцев, да. Если вы рассмотрите... Ну, во-первых, простая задача, да, что если вы возьмете вот такую композицию Пи К от Х, от Пи Л от Х, возьмете сначала Вальхед, Пи К плюс Л минус один от Х, да, а потом пойдете в галмартизовом настройке, да, от Хигмэн, то это получится ноль. То есть все произведения Вальхеда, которые могут попасть в галмартизовом настройке, они в галмартизовом настройке убиваются. Вот. Это простая задача. Это не сложно. Надо просто... Подсказка здесь, может быть, взять вверх, да, что... Ну, определение геометрическое, это приклеивающее отображение клетки к произведению. У вас была задача еще в первом курсе, как устроена настройка над произведением. Настройка над произведением там распадается в букет. Поэтому приклеивающее отображение клетки к произведению после настройки становится тривиальным. Это означает, что в галмартизовом настройке, что в галмартизовом настройке. Вот. Поэтому, если вы рассмотрите наш галмартизов настройки, в частности, из Петри от С2, С4 и С3, то здесь у вас сидит квадрат Уальфи до стандартного сфероида, как мы знаем с вами, да? И он сюда переходит в ноль. Потому что это у вас галмартизов настройки, согласно вот этому. Поэтому, если вы знаете, что это есть два на ХОПФ, а ХОПФ это образующая, то вот вы докажете, что эта группа есть для 2. То есть, вот это вычтение Пантрейгина состоит из двух частей. Есть медлевиальная часть геометрическая, это вот такая, и более-менее тоже геометрическая, но более простая. То есть, понятно, что те предвинивайки содержатся в ядреговом маркезе на настройке. То, что ХОПФ 0 не переходит, это, да, но это тоже как бы нужно отдельно обсуждать. На самом деле, можно доказать даже, так сказать, если вы внимательны, здесь как бы трудная часть ремофридентажа, да, что ядреговом маркезе на настройке сошли с ТОЧНОСТЬ здесь предвинивайки содержатся. Поэтому, как бы... Ну да, либо... В этом случае, действительно, надо понять, что ХОПФ. ХОПФ. Вот, ну хорошо. Так, ладно. Значит, это то, что касалось предвинивайки. Теперь, последняя часть наша, связанная с геометрогой, это Гомардин Гуриевич. Это Гомардин Гуриевича, связанная с геометрогой. Ну, Гомардин Гуриевич, опять-таки, геометрически, это очень простая вещь. У нас есть канонический гомомарцизм, есть фундаментальный гомототический групп в группу гомологии. Вот здесь мы, наконец-то, снова, теперь уже до сих пор мы работали с гомототическими группами, до этого мы работали с гомологиями. Теперь мы истальем по единицам. В люмейских трансмахтах. Здесь такой замечательный у нас гомомарцизм, такой геометрический, очень просто устроен. Значит, мы... У нас есть здесь фероиды, да? ФМ и ФМ-Х. Ну, там отмеченные точки в отмеченные точки приходят. И мы можем рассмотреть Ф со звездочкой под фундаментального класса сферы, которая лежит в гомологиях HM-Х. Там есть образующая, которая фундаментальный класс этой сферы, да? Вот, но мы должны, на самом деле, выбрать какую-нибудь образующую... Вот, когда мы включим СН, да? Мы, на самом деле, у нас здесь есть некоторый выбор, да? Мы должны ориентировать эту сферу, ну, смотря как мы там либо с помощью клеток, либо с помощью реангуляции, как мы это делаем, но так или иначе у нас две образующиеся, которые соответствуют двум разным выборам ориентации. Вот, и как раз... ну, понятно. Вот, то есть давайте вот это мы обозначим СН, давайте лучше мы это будем не СН, а альфа, где альфа, это и есть каноническое образующее. Ну, вернее, не каноническое, а одно из двух образующих. Вот. Значит, это вот гомофизм очень простая речь, да? То есть мы рассматриваем, как я уже говорил, да? Мы рассматриваем в группах гомологий энерные циклы, которые сферические, да? Которые получаются из отображений сфер в Х. Главное и другие циклы, которые не являются сферическими, например, отображение Тора в Х, да? Вот в Тор, например, у него вторые гомологии нетривиальные, да, у Тора. Т2 это З. Но мы нетривиальным образом С2 туда никак не отобразить. То есть там образ того гомофизма будет нулевой. То есть там сферических глумерных циклов нет, ну, нетривиальных. Но мы сейчас это и увидим, конечно, алгебраически, но это геометрически понятно. Вот, значит, вот у нас получается такой... Значит, это-то отображение сферовой этапа мы можем посмотреть, куда переходит в их стандартное образование. Вот, но аллогично можно определить относительную версию, да? Значит, УН от ИХА в Х0 идёт в ХН от ИХА. Опять-таки у нас есть... Здесь у нас ДМ, СН, это у нас С. ДМ, СН-1, ИХ-0 бьёт в ИХА. Иду здесь С0, кстати. ИХ-0. Ну и мы тоже берём индуцированное отображение гомолоза. Значит, у нас есть альфа, образующая в ХН от ДМ, СН-1, СН-0, в которой есть З тоже, да? Ну, фактор ДМ, СН-1, это н-мерная сфера, основа слова З, ну и соответственно мы определяем Х от Р, есть альфа Р с звёздочкой МА. Точно так же. Вот. Теперь первая теорема, что на самом деле... Да, мы так говорим гомоморфизм, да? Но на самом деле надо догадывать, что он гомоморфизм. Вот. Ну, значит, давайте накраскаем предположение, да? Что? H Гомоморфизм. Ну, если абсолютный, то при Н больше равном единице относительно при Н больше. Но когда это группы, тогда это гомоморфизм. Ну, группа гомоморфизм не всегда группы, это любая. Ну, 0, 1, так говоря. Гомотопические группы. Значит, П0 это не группа. А здесь П1 от пары это тоже не группа. Поэтому, когда это группы, тогда это гомоморфизм. Эти доказательства... Прикранного единица мы уже это с вами доказали. Мы, когда Кирилл Куантера доказывали, мы с вами ровно этим и занимались. Домомортизма описывали у ледротом и так далее. Это как раз там был фунтант и все такое. Поэтому понятно, что относительный является... Абсолютно является частным случаем марки, когда А это точка. Поэтому достаточно для этого доказательства, для относительного. Что нам нужно проверить? Нам нужно проверить, что... Если мы проверим, что А плюс Ж с отвердочкой для стероида, это есть А плюс Ж с отвердочкой, то мы все докажем. Но это такая геометрическая проверка и очень сложная. Значит, если мы вот это доказали, то тогда А... Слева мы берем сумму грамматических группов. По определению это Ф плюс Ж с отвердочкой Альфа. Тогда это будет равно Ф с отвердочкой по этой форме Альфа и Ж с отвердочкой Альфа. А это есть уже сумма уголовок. Ну, здесь тут же квадратное что-то представить. Гавадобический класс. Даже не знаю, стоит ли я так подробно предлагать. Ну, давайте посмотрим, да. Давайте, наверное, действительно разберете. Либо сами подумайте, да. Мы хотим к содержащим вещам подойти. Значит, либо сами подумайте, да, почему это так. Ну, надо посмотреть по определению, что такое сумма сфероидов, да. Ну, давайте я сумму сфероидов напишу, да. Значит, как у нас устроена сумма с... Что такое Ф плюс Ж, да. Значит, сумма с Ф плюс Ж, как устроена Ф плюс Ж. Ф плюс Ж, вот, что устроено. Мы сначала берем, мы должны это... ЗН СН-1, да. Мы должны сначала развалить наш диск в букет, да, по определению суммы. И сферу тоже развалить. А потом это отобразить... В этом отображении у нас как бы С, а это у нас букет. Вот так у нас определена сумма в гоматотических группах. Мы берем шар, экватор мы его делим, экватор стягиваем, ну, все это реально плоско стягиваем, да, и получаем букет двух шаров. Отображение у нас как бы шар и сфера идет в... Отображается вот в таком штуке. Когда вот это все стягивается в тучку. Это наше отображение С. Ну, и тогда надо посмотреть в гомологиях такую диаграмму. АШН от ДН СН-1. Значит, здесь, соответственно, мы должны посмотреть... Вот левая часть этого мы должны все равно на все гомологии набить. АШН от ДН, букет ДН, СН-1, букет СН-1. И дальше идем букетом в АШН от ХА. Значит, вот это у нас будет... Вот это вот у нас будет как раз С плюс Ж со звездочкой. То отображение, которое в гомологиях у нас существует. Вот. А внизу, значит, что мы должны сделать? Что такое Р плюс Ж? Значит, здесь у нас ХН от ДН СН-1. Ну, понятно, что это изоносно просто в такой прямой сумме. Потому что мы знаем, как гомологий букет выглядел. И вот сюда вот у нас бьет как раз С звездочкой плюс Ж. Вот. Но это у нас, понятное дело, изоморфизм. Вот. А здесь у нас тоже есть отображение, которое диагонально. Просто это сюда вкладывает, это сюда вкладывает. Ну, вот. Если эту диаграмму аккуратно рассмотреть, то все получится. Это так далее. Так сказать. Сюда получится как раз доказать, что... Ну, мы должны как бы взять Р плюс Ж со звездочкой, да, и применить к этому. Ну, это значит, что мы должны как раз взять диагональ, сначала отобразить его сюда, а потом взять сумму. Вот. То есть, ну вот, надо проверить, что это диаграмма аккуратно. То есть, вот если мы так пройдем, то мы получим верхнюю часть, а если мы вот так вот пройдем, то мы получим вот эту часть. Ну, надо проверить, что здесь только магазина, но это уже... Значит, хорошо. Теперь давайте последнее, что мы сегодня обсудим, это так выглядит этот гамма-морфизм поначалу, да, то есть когда у нас пространство высокосвязано будет. Значит, для этого мы докажем такую теорему, которая называется теорема Гурильевича. Из нее выведем эту теорему угла. Значит, теорема такая. Значит, пусть x у нас n-1 взглядно. Ну, кстати, здесь не важно, что оно является клеточным, то есть n больше на 2. Мы сразу берем клеточную аппроксимацию. То есть и 0 от x равняется i1, от x равняется и так далее, равняется n-1 x равняется 0. Тогда h1 от x тоже равняется и так далее, равняется h1 от x равняется 0. Так? Вот это простая часть, а вот сложная, ну не сложная, но тоже главная часть, что для гамма-морфизм Гурильевича первая нефериальная размерность, и это и для гамма-морфизм. Аналогично, да? Это как бы абсолютная теория, я могу говорить, если относительная. Значит, если пусть x а n-1 связна, да? n больше 2, но здесь еще дополнительное условие надо, что а односвязно, иначе это не является. Вот здесь точка была, для точки это автоматически. А односвязно и а не равно пустое. Ну, если это пустое, то там это тоже как бы потеряное сооружение не будет. Тогда, я вам не буду переписывать, потому что она а-1 связна, означает, что все стабильные гамма-морфизм группы равняется. Тогда тоже h1 от x равняется 0 при i меньше, чем n, и, значит, ну тоже гамма-морфизм Гурильевича это изумательность. Первое нитриарное размера скачать из n, n от x а, x 0, и, значит, n на x а, x 0, так, ну, так, ну, так, ну, так, ну, так, ну, так, ну, так. То есть первое нитривиальное, ну, если у нас пространство односвязано, а для не односвязанных пространств мы знаем, как устроен гамма-морфизм Гурильевича, да, то есть там просто фашер потом так. Вот, если пространство уже, если первая гамма-морфизм Гурильевича появляется не в первой размерности, а в более высокой, то дерево говорит, что в этой же размерности группа гамма-морфизм Гурильевича будет та же самая, одна в другую переводится гамма-морфизм Гурильевича. Т.е. первой нитривиальной размерности группы Гомологии все три пишут сферически, да, можно так сказать. Вот, для Тора у нас пример, у нас так сказать, ну, вторая группа, она уже не сферическая, а первая сферическая, да то есть, но первая группа Гомологий Тора представляется пенсерами, да, а вторая уже нет, Тора, это как бы не сферическая, вот. Вот я могу говорить, что первая группа гомологий всегда порождается сферами, то есть сферическими клапанами. А почему она и заморка гомологической группы? Помогли тому, что мы доказали, это не очень сложное утверждение. Ну, во-первых, сначала сводится к относительному, ну да, во-первых, так сказать, с помощью кветочных, да, вот так вот у нас можно использовать кветочную аппросимацию и считать, что у нас х-кветочная, да, х-кветочная. А х-кветочная тоже кветочная. Тогда можно сказать, что и и артиф А изоборка используется сначала повязанием, гомогатическим. Но что оно n связано, то это верно, что и не менее равно n, да. В частности, и равно n тоже. А какой сейчас? Фактор, да? Вот. А А х-кветочная, это всегда. Всегда. Ну, для львовки. Поэтому, если мы доказали относительную версию, то мы доказали абсолютную версию 3, а для факторов по странам. Поэтому можно доказывать только относительную версию. Вот. То есть, далее доказываем только относительную версию. только относительную версию. Вот. Ну, а дальше делаем вот что. Значит, во-первых, у нас была теорема в первом курсе, что если у нас n... ой, сейчас, только наоборот я хотел сказать. Наоборот, относительную версию мы сведем к абсолютной версии. Только к абсолютной версии. Мы сейчас заменим окнеточную пару сначала, а потом вместо х будем рассматривать их факторства. Вот. Теперь, ну, может, далее можно считать, что х это есть двумерная клетка, единственная, объединить клетки размерности больше равно n. У нас, смотрите, х минус односвязанное клеточное пространство. Мы знаем, мы те, мы доказывали, что любое клеточное пространство гомототический эквивалент к клеточному пространству, у которого всего лишь одна нольмерная клетка. Но если пространство у нас n-1 связано, то то же самое рассуждение у нас, наоборот, единственная задача была, ну, там совершенно аналогично доказывается, с помощью клеточных этих полушаров, и потом стягиваем верхних частей. То есть также доказывается, что если пространство у нас, допустим, односвязано, то можно считать, что одномерно цветов у него вообще нет. И так далее. Но гомототический эквивалент, сколько у нас гомототическая группа вращается в ноль, сколько, вот так сказать, вот в этих форме... Ну да, фактически все перепевано. Ну, мы сейчас тоже доказывали такие... Вот, то есть у нас х минус один это точка, следовательно, х и т с волной от х. То есть все группы гомологий, да, клеточных, например, у нас, на самом деле, не односвязано, это точка, поэтому мы с вами догадывали, да, что если у меня нету клеток, то есть гомология там идет. Прогону люк при единичном чемпионате. Поэтому первую часть мы доказали. Вот. Далее можно считать, что на самом деле х это есть... У нас нету клеток, есть только клетки размерности n и n плюс 1. Так как в клетку размерности больше или равно n плюс 2 не влияет на pn и h, да. Опять-таки потеряная клеточная аппроксимация, и мы сферу... Ну, стандартное распределение. Если мы к пространству приклеили клетку размерности n плюс 2, то от этого пн не поменялось. Потому что мы берем сферу, отображаем, и загоняем с помощью клеточной аппроксимации в энмерный остров. Это доказывает эдемоордность со следующего отображения. А моноордность берем гомотопию. Гомотопия это уже отображение n плюс одномерного диска, да, и вот тоже с помощью клеточной аппроксимации можно загнать двоймерный остров, потому что здесь одинмерных клеток нет. Ну и там гомотопию тоже, значит, это доказывает моноордность. Так. Ну вот. Значит, главное что-то следует, что x у нас имеет просто вид, который мы уже рассматривали. Букет номерных цветов, к которому приклеены мы с вами такие пространства уже рассматриваем, к которому приклеены, например, номерных цветов. Вот. Ну тогда давайте посмотрим на наш гомомарктизм Гуревича. Вот это гомомарктизм Гуревича, да. Да, но надо еще проверить, что действительно гомомарктизм Гуревича в точной подтвердке пары хорошо взаимодействует. Но это тоже более-менее понятно, что у нас определенное серединифицированное отображение, там все... А образующее там у нас отображается в образующее, да, поэтому... Да, здесь надо использовать образующую н-мерной сферы, а образующую, там, соответственно... Абсолютный гомомарктизм Гуревич определяет через образующую н-мерной сферы, а относительно через образующую такой относительной группы д-н-н-1. Но при отображениях из точных последствий пара они друг друга переходят, поэтому Гомарктизм Гуревича с ними... Значит, вот здесь гомарктизм Гуревича. Вот. Ну и понятно, что вот на таких пространствах это просто фактор, мол, вот здесь вот это гомарктизм, потому что это букет сферы, на букете сферы мы про него все знаем, как гомоматопические группы устроены, как гомоматопические, и там как раз у нас в последующих предложениях оказывались, это сфера для гомоматопических групп, для групп гомологии, и для них следует, что это гомомарктизм. Вот. А здесь будет то, что нам нужно. Геноптизм. А здесь будет HN. Вот это у нас Гомарктизм Гуревич. А дальше 0 будет, потому что дальше у нас будет идти N-миллионная группа от пары ХХН. А это группа у нас. Ну, потому что здесь у нас стоит что? Здесь у нас стоит PN и XN. Это пара X и X у нас получает из XN добавлением клеток размерности N плюс 1. Значит, это N у нас действительно группа на нулю. Вот. Ну и можно по-другому сказать, здесь это тоже стабильная размерность, поэтому L-фактор это букет. букет N плюс одномерный свет. А у N-миллионных свет в углу букет 2 егоморфизма, значит, оттуда он и немалорфизт по 5 긴� alla t. Надеюсь, я думаю, еще один, если хочется применить 5 кг. Следовательно, H7. Это вот, так сказать, Кристилина Гуревича. То есть, вы видите, тут как бы простое осуждение в ладусе, много чего мы уже использовали. Вот сейчас букветочную аппроксимацию мы использовали, Банера – вот очень сложное свойство, которое мы хотели записать, и так далее. В принципе, в целом это не в реальность существует. Ну и геометрически, но тоже мы вот видим, да, что вообще говоря, геомологии может быть намного больше, чем то, что с ферми, представляете, но в первый раз у меня ничего другого нет. Ну и, наконец, последнее утверждение, которое мы с вами докажем – это геомологическая теорема Уэльфа. Вот, на чему мы привели один из главных инструментов теории гомотофики, которая говорит нам, что если отображение односвязных пространств изучируется за москитизм в геомологиях, то оно является гомотофическим планом. Отображение их выгорек односвязанных клеточник является гомотофической эквивалентой, когда и только тогда, когда мы индустрируем изоморфизм гомологии, когда x, 2, 1, 2, 2, 2, y, изоморфизма, гомология. Доказательства мы сведем в гомотофической теореме, которую мы доказали на последней лекции в прошлом семестре, с помощью как раз гомологизма Гурьевича. Это называется гомологическая теорема Уэльфа. Здесь гомотофическая теорема, которая говорит то же самое, без безусловия односвязанности, здесь гомотофическая теорема. Доказательства нужно доказать, понятное дело, только вот это. Другое очевидение, что гомотофное отображение все одинаковое, это уже не в гомологии, как мы с самого начала доказываем. Вот, но опять-таки, если вы вспомните, как мы доказывали, гомотофическую теорему Уэльфа, то мы сначала считаем, что это клеточная, клеточная, потеря клеточной аппросимации, то есть уже одну сложную теорему использовали. Теперь дальше мы заменим мета У, мы рассмотрим мета Х, мы заменим это отображение на такое отображение в цилиндр отображения. То есть у нас было Х, отображалось какой-то У, мы вместо этого, сейчас, вот Х, вот это у нас Р, вот это у нас Х. Было какое-то отображение, которое, возможно, что-то склеивало и не на все отображало, не индексированным, не сюрексированным. Вот, но мы тогда его заменим на вот это, которое гомотопический эквариант, конечно же, Y, как я говорил, да, вот это вот. Цилиндр можно обратно сдавить на Х, да, вот такую гомотопию, вдоль этого отрезка. Вот, то есть мы берем цилиндр, и вот нижнее основание цилиндра приклеиваем к Y путем от осуществления точки, где образом выходит. Вот, вот это пространство, но гомотопический эквариант по самому Y, оно тоже является клеточным, если видите, были клеточными. Вот, ну и, соответственно, у нас получилось, значит, у нас получилось тогда вот это уже вложение. То есть можно считать, что у нас просто клеточная пара. Это вложение. Х сюда уже вкладывается, да, то есть можно считать, что считаем, что это стандартное рассуждение, как и в гомотопической тереме Y, это клеточная пара. То есть клеточная пространство, клеточная подкраска. Теперь смотрите, то, что вот отсюда, из этого, да, следует, из последовательности пары следует, что H, N от Y, X равно 0 для любого, правильно? Теперь у нас уже описываем последовательность пары, там отображение изоморки, значит, остальные 0 для любого. Встреча должна быть 0. Теперь смотрите, у нас X, давайте теперь гомотопическую, значит, это X гомотопической последовательности пары. Теперь давайте гомотопическую последовательность пары рассмотрим. Давайте ее запишем по длине. Значит, у нас будет так, P3 от X, P3 от X, P2 от X, P2 от Y, сейчас, подождите, пара у нас другая, у нас пара Y, значит, здесь мы Y пишем, а здесь мы пишем еще. Так, теперь P2, а дальше у нас будет P1. P1, P1 от X, идет P1 от Y, идет P1 от Y, и P1 от Y, и P1. Так, дальше у нас идет P0 от X, давайте с этого момента начнем ее раскручивать. Смотрите, у нас односвязное клеточное пространство, значит, это равно 0, и это равно 0, и это равно 0, и это равно 0. П1. Давайте используемся относительно эфиремой Гурилища. Смотрите, там нам нужно пара односвязно и X односвязно. Отсюда мы можем заключить, что, значит, с катерями Гурилища, что P2, вторая группа, у них тоже относительно равны. Значит, смотрите, у нас там предположение было такое, что пара односвязна. Пара односвязна, значит, у нас P1 от Y к X равно 0, и H1 от Y к X равно 0. Ну, H у нас вообще P равно 0. Эфиремой Гурилища говорит нам, что первые нетривиальные группы равны. Ну, это не нетривиальные, да. Ну, в общем, следующие другие равны. Значит, это... Возьмите на это у нас равно 0. Значит, это у нас равно 0, значит, это равно 0. Это у нас тоже равно 0. Поэтому мы можем сказать, что пара двух связанных. Ну, а дальше продолжаем по индукции, да. То есть, когда распара двух связанных, то мы можем снова применить тереум Гурилища. Можно писать, что P3 от Y к X равно 0. Но, на самом деле, нам только последние фрагменты понадобятся. Но, видите, в самый начальный момент нам существует воспользоваться тем, что у нас P1 от Y к X равно 0. Внимание! Т.е. нам понадобилась односвязанность. Так. Ну, а раз это равно 0. Это мы тоже знаем, что это уже равно 0. Следовательно, Y к X 3 связано. Ну и так далее. Т.е. А, нет, все-таки нам понадобится. Значит, в итоге у нас получилось, что, следовательно, у нас P4 от Y к X равно 0. Ну и так далее. Т.е. давайте правильно мы сказали. Значит, у нас в этой последствии все группы равны 0, хотя ими Гурилищик. Вот. Значит, это все изоморфизм. Следовательно, P1 от X, P1 от Y – это изоморфизм. Ну и так далее. Ну, а, опять-таки, обычно перемевайте до X в Y галматопической эксплуатации. Т.е. мы видим галматопическую галматопическую с помощью отображения Гурилища. Да, ну, как я уже говорил, это весьма мощный инструмент в теории галматопии. Давайте я закончу всего лишь одним коротким приложением, чтобы продемонстрировать, как говорится, мощь этой теоремы. Да, вот у вас была такая задача в первом симметре, ее, по-моему, никто не решил, потому что она сложная. Но она и сейчас, на самом деле. Вот была такая задача доказать, что если у вас A, V, A – это ретрахт, то есть R, а это X. То есть, понятно, что R равняется, то есть, наоборот, R равняется соответственным отображением. То есть, в вложении A в X, как говорят, существует левый-обратный. Это значит, что A является ретрахтом X. Отсюда следует, что надстройка над X распадается в букет. Причем понятно, что если A является ретрахтом, то после надстройки он отщепляется с лагаемым букетом. Но можно было бы это доказывать чисто галматопическим методом. Хотя это не совсем просто. Но надо рассмотреть точную галматопическую последовательность, да? Вернее точную галматическую последовательность. И у вас там появится такой фрагмент. Hn от A идет в Hn от X. Ну давайте считать что-то в клеточной парке. Hn от X-A. А дальше она идет в Hn-1 от A. Значит, смотрите, за счет того, что это ретрахтство, это у нас мономархизм. Ну понятно, да? Потому что его композиция есть обратная. Ну как бы для него есть левый-обратный. Значит, можно обратно отобразить в Hn-A. Это будет торжественное отображение. Поэтому если здесь что-то в ноль пришло, то оно не должно быть торжественное. Значит, это мономархизм. Раз это мономархизм, то вот это отображение, которое здесь, оно в ноль. Вот эти отображения оба нулевые. Значит, здесь у нас ядро нулевое, значит, здесь образ нулевый. Значит, в итоге наша вся точная последующая расщепилась в такие точные тройки. Вот так. То есть мы знаем, что Hn, вот эти пространства, имеют одинаковые группы гомолой. Ну, потому что мы видим, что Hn-X, значит, Hn-X это не сумма, ну, то есть Hn-A плюс... Это тоже тройка расщепима. Да. Еще нам нужно, что тройка расщепима. Это тоже верно, да? Потому что у нас есть отображение из Hn-X к Hn-A обратно. Это расщепимая тройка. Ну, опять-таки, мы с помощью ретракции доказываем, что тройка расщепима и что она есть. Вот, значит, Hn-X от их факторов по А. Ну, понятно, что после настройки это тоже верно, поэтому... А теперь осталось нам устроить отображение. К сожалению, на уровне пространства это не верно, что... Хоть у нас гомологии расщепились, но не верно, что X есть букет А и фактор пространства. Например, вот есть Тор, да? Типичный пример, когда у нас есть Тор и есть его окружность. Она является его ретрактором, но, конечно, Тор не является букетом. Эта окружность от Тора букетом не отщепляет. Вот у нас есть такая решка. Тор ретрагируется на хроту. Ну, просто всех. Ну, понятно. Ну, любое произведение ретрагируется на каждой из своих ценоидей. Но, понятное дело, что С2 не равно С1 букетам С2 под как С1. Это не верно. А вот после настройки это становится верно. Ну, потому что у нас есть отображение, значит, у нас есть понятность... Теперь давайте мы строим отображение отсюда в настройки. Ну, по-первых, понятно, у нас уже есть отображение. А вот это, это то, что называется отображение источной последовательности кубы. Да? Оно всегда есть. Значит, картинка такая, да, вы берете для клеточных пар, вот у вас есть... Настройка на Х фактор по А отображается в настройку на Х, да, я хочу. Значит, что такое Х фактор по А? Вот у меня есть Х, и в нем есть А. Вот я конус надстроил, а это у меня Х фактор по А. Вот, и значит, теперь я могу взять надстройку над этим. Вот, и всю вот эту вот верхнюю часть, всю вот верхнюю часть, которая вот на стену была надстроена, я стяну в точку. Все, что на верхней половинке я надстроил, я стяну в точку. Это у меня как раз когда, если вот всю эту вот стуку в стуну в точку, у меня остается только надстройка на дыр. Вот, ну и вот это отображение, а мы индустрируем, это демоатизм в гомологических группах. А значит, оно является демоатетической квалины. Да, но здесь, конечно, не равно, а демоатетической квалины. Вот, видите, вот как раз вот. Часто бывает так, что нам удалось устроить это, нам удалось посчитать геометрически там или как-то еще, посчитать гомологии такого-то пространства. Там что-то представляется какими-то циклами, и у нас удалось явно отобразить одну часть, другую часть него. Вот так можно доказывать, что пространство является букетом, сфертом и так далее. Вот с помощью вот мы там что-то отображаем и смотрим, что при подсчете гомологии мы видим, что то, что мы отображаем, как раз индустрирует из аморфизма гомология. Тогда и так мы знаем, что это демоатетические квалины. Ну хорошо, тогда на этом мы сегодня закончим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.